О, интеллигентик, блин. Зачем сбили самолет с пленными? Зачем ты сбил самолет с пленными? Я не сбивал. Я безобидный, я даже муху не обидел. А зачем сбили самолет с пленными? Я не знаю, спроси у своих властей. А зачем ни разу не шарахнули по банковой? Отвечать вопросом на вопрос, это мовитон. Нет, это просто, если у тебя есть мысли в голове, то ты увидишь тут какую-то параллельку. Зачем, да зачем? Изначально не ударили по банковой. Не жахнули по банковой, чтобы банковая отдавала приказы сбивать собственные самолеты собственными военными. Да, почему? А так они мало того сбивают собственные. Они, знаешь, свою родную мать собственную давно продали. О чем? На банковой, да, согласен. Ну, так я же тебе что и говорю. Поэтому тут такая тема. Свой самый. Насрать им на все. Уже продан давно. Уже попилен давно. Да, сейчас осталось от украинцев избавиться. Землю-то продали, от украинцев избавиться. И вообще хорошо будет. Миллиарды-то уже за рубежом. Виллы за рубежом. Я говорю, все продать, просрать. Нормальная вся история. Так, а что вы тогда против? Вот именно за тем. Бизнес такой. А что вы тогда против России имеете? Россия идет это все прекратить? Кто мы? Слушай, я тебе объясняю. Я-то. Я вообще, знаешь, с государства Советского Союза. Понимаешь, моя родина это Советский Союз. Вот моя страна. Я ее не делил в 91-м году. Вот такая тема. Так и вот и я не делил. Я не делил, я против Советского Союза. А теперь давай разберемся. Давай хорошо. Так я аж против Советского Союза-то ничего не имею. Так вот смотри. А теперь давай разберемся, кто ее делил. Ну? Вот эти вот взращенные местные элитки. Там был хоть один токарь. Погоди. Там был хоть... Какие нахрен? Это они сами себя элитками. Фишка вся в том, что вот это вот интеллигенты ее делили сраные. Вот кто делил. Там не было ни одного, ни токаря. Советские интеллигенты, заметьте. Вот в этом нет важности. Про интеллигентов нету такой приставок. Ни советских, ни каких. Ни этих либеральных, ни овальных, блядь, ни засральных. Поэтому вся правда в том, что Ленин, говорю, был прав. Миллиард процентов просто. Вот это его великая наука и понимание. Интеллигенты, без всяких вот этих говно. Я просто похлопаю. И все. Вот. Если это понимаешь, то все сразу у тебя ровненько и понятно становится. Что, зачем, почему. Без разных вот этих разбирателей. Что не было никаких разбирателей. Есть одно понимание. Интеллигенты, говно. И там хоть ты что им ставь, блядь. Это не работает. Интеллигенты. Вот они нам родину и попилили. Все проблемы. И сейчас, и тогда на банковой. Там кто сидят? Все интеллигенты. Все с высшим образованием. Все, сука, сидит. Все говно там. И так же самое и тут. Мало того, почему ни разу ни туда, ни сюда не шарахнули. Именно по центру. А именно там что-то. Одна команда сидит. Одни и те же, блядь. Ворон ворону глаз не выкалит. В общем, вся фишка. Одна порода людей. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Поэтому себя они не чешут. А на остальных им насрать. Кого они там продают, блядь, посылают на бойню. Что с одной, что с другой стороны. По барабану. Потому что это, как они интеллигенты считают, это вообще для них это, блядь. Что ты думаешь этот самый, как его? Что тогда на Москву, блядь, который развернулся, блядь, этот самый, блядь. Пригожин, блядь, и пошел. Когда все рванули, блядь, по самолетам, блядь, по тапкам, блядь, и бегом, блядь. За жопу, блядь, спасать. Именно потому что команда одна. Вспомни слова того же Пригожина, блядь. Воруем-то друг с дружкой. А эти суки нами торгуют, блядь. И по себе не бьют. Самое смешное. Себе нельзя. Мало того. Орут со всех утюгов, что себя нельзя. Что толку от этого не будет, говорят. Нет. Смотри. Даже это не смешно. Блогеры, которые сидят вот тут сраные. Что с одной, что с другой стороны. Вот эти, которые вот это все говно. Что эти крепостной нацизм чешут, вот этот. Не, ну а обидно. Мавики, блядь, все на войну, блядь. Обидно сейчас было. Я не сраный, хоть и блогер. Нет, но ты собираешь на Мавике деньги? Я собирал на военный госпиталь два раза. Госпиталь одной вопрос. Я тебе просто говорю, что реально? Нет, на Мавике не собираю. На Мавике не собираю. У меня нет такой возможности. А я тебе скажу, и не надо собирать. Потому что ты будешь участвовать в такой же истории бизнес-проекте, как и вся эта тема про бабки. Тут история идет про бабки. На этой войне сраной, вот на этой, даже не войне. Это такая варка, называй. Она даже войной не варка. Спецварка. Вот так бы я сказал. На которой все делают, блядь, интеллигенты делают денежку. Все, даже в мире все, которые, знаешь, дают, типа, деньги, там, это, зелебобику, потом сами же лично приезжают в Киев и свою долю занимаются этих бабок. Налички берут уже. Такая тема, такая, блядь, такая, как это, такая стиральная машина, блядь, что мама не горит. Поэтому тут тема вообще не про это. А вот то, что, как говорится, люди... Вот, а как вы считаете, вот, дайте я вам вопрос задам. Как вы считаете, на банковой самостоятельные люди вообще сидят, в принципе, или это стиральная машина для Запада? Я тебе больше скажу, интеллигент вообще нет самостоятельных. Это такая, сука... Понимаешь, в мире есть одно государство, кстати, одно, на весь мир. Может быть, не одно, кстати, может быть, несколько, но очень мало. Вот Китай, к примеру, один из них, где конкретно не интеллигенты рулят. Там конкретно ими занимаются. А в основном это все сраная, блядь, и вот это сарасяки. Погоди, погоди, послушай. Вот если вот мы вот прям завтра, грубо говоря, да, мы сотрем с лица земли стиральную машину, которую бабки отстирывает под названием Банковая улица. А факт в том, что они Запад просто другую стиральную машину поставят. Ничего не изменят. Я тебе скажу, дело даже не про Банковую. Смысл, смысл. Тут надо шарахнуть и по Банковой, и про Российской Думе такая же история. Надо шарахнуть в обе стороны. Ой, дурак. Фишка вся в том, что тут надо... Это одна команда. Вот в чем проблема. Не, ну ты же кинул упрек, почему Банковую не уничтожили. Я тебе объясняю. Да это я тебе говорю, а почему по Думе ни разу не долбанули? Долбанули по этой Думе тоже, блядь. Да, нечем. Ты зашел, что они друг друга не чешут? Нечем, нечем. Они по Москве беспилотники отправляли несчастные. Нечем. Было бы чем, ваши бы дегенераты украинские долбанули. Да ладно, те. Я тебе говорю, в том-то и дело, что нет. Тут дело, это одна команда. Вот в чем вся проблема. Это те, кто страну нам родину пилил в девяносто первом году. Вот в чем вся фишка. Это они же собрались. И незаконно в Беловежском лесу поделили нам страну между собой. Понимаешь? Поделили. Это одна команда, которая договорилась. Ну как это? Просто сказала, это мне, это тебе. И будем жить дружно, в банке будем мыться. А лохам расскажем, что они теперь по названию территории, блядь. И тогда, и тому подобное. Вот такая тема. Вот в этом вся история. Знаешь? Одна команда. Не, ну послушай, подожди. Вот у нас в девяностых была так называемая, в Российской Федерации, была так называемая семибанкирщина. Да? Где сейчас эти люди? В пизде. Николай. Да везде там. Которые страну делили. Вот где они сейчас? А я тебе говорю, тут же все. Они тут же все делили. Где? Вот что ты мне понял. Везде. Вот это, знаешь, вот это вот, под листиками. Под листиками. Знаешь, вот это вот, вот эти грибочки там в виде шубайса, вот эти грибки. И это все грибы. Эти тут, они где-то вот грибы. А весь мицелий, вот этот, весь эти кореневая система мицелий, знаешь, этот, который вот. Его только, его надо только полить, знаешь, плодородно. И он сразу грибки вот эти опять хрязь. А она вся тут, уж ты мне поверишь. У нас из семи банкирщины остался только один, это, в Норникеле, если я не ошибаюсь, как его фамилия, это сейчас не вспомню. Я тебе говорю, все они тут, уж ты мне поверь. Все на них. Нет, до нас это все разбежались по Англиям, да по прочим местам. Никуда они не разбежались. Это все, это хигня. Все, поверь ты мне, все они тут. Владимир, ты последний, послушай, последний, ради тебя, ради интереса. Интервью Михалкова, такой режиссер, знаешь Михалков? Конечно. Вот он давал последнее интервью, там, одной интеллигентки, блядь, с банковой. Это не с банковой, а с этой, блядь, с рублевки. Ну, интеллигентка. И вот замечательное интервью, ты ее послушаешь, если не маленько это, ты все понимаешь. Вот мы физически сразу все понимаем. Когда она, на нашем, на белом духе, вот она говорит, ведь элита мы, мы, говорит, элита, мы интеллигенты, мы элита. У нас там свое вот это, это свои там маленькие государства, рублевочка, на открытом глазу, смотри. Она говорит, а раз мы элита, то и ресурсы должны принадлежать нам, и они нам принадлежат. Потому что, говорит, так принято во всем цивилизации, что именно элите все принадлежит. Ты послушай последнее, охренеть. Вот именно конкретно Михалков там какой-то бабис, интеллигентский, говорил им, это просто цирк. На открытом глазу, блядь, вот она, что ресурсы, все и все, мы элитка, нам насрать, вот это откровенно на все на свете. Там, пидорги, они заполонили планету. Посмотри, последнее. Они так думают. Они так и делают. Не то, что думают, списка в том, что они так и делают, и ведут себя так. Не, ну тут вопрос в другом. Мы живем-то при капитализме. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Я же тебе обещал. Вот ты говоришь, сядь. Знаешь, как это смешно? Ну, нет. Так вы поймите одно. Мы живем по временам. Вы можете это изменить. Это нужно либо принять, потому что мы ничего не можем сделать. Мы это нужно просто принять. Нужно принять, приспособиться к капитализму и жить. Нет, нет. Ты понимаешь, дело даже не про капитализм. Дело о том, что какая-то группка людей, насрав на всех остальных, в буквальном смысле, не обязательно на одну группу, на все группы людей остальные, буквально, объявила сама себя элитой и все под себя подмяло. Полностью натянула на себя дело. Так это же капитализм называется. Нет, это называется не капитализм. Это называется, знаешь, как это называется? Какой тут капитализм? Это называется охреневшая, знаешь, такая классовая история. Так она возможна только при капитализме. Опять же таки, нет. Нет. В советском времени что-то было подобное. Не, ну посудите сами. Вот до капитализма у нас был феодальный строй, где никакие национальности вообще никак не котировались, и всем было похрен у какой-то национальности. Все смотрели на твою классовую принадлежность. А сейчас беда другая, мы прошли. Ну понимаете, тогда в чем дело? Тогда вот это вот дворянство, грубо говоря, ты мог выбиться в дворяне, мог, но это я не знаю, что нужно было сделать, но чаще всего это уже по крови передавалось. Скажи мне. То есть испокон веков. Я помню это, помнишь? Помнишь эту вот историю, когда вот эти все говорили, мы тоже элита, голубая кровь, белая кость. Ну такая, понимаете, они-то, эти-то люди, они же имели полное на это право за заслуги своих предков передать тесну. То есть, чтобы человек стал дворянином, да, если тем более из низов убиваться, он должен был совершить конкретные дела. Не награбить там просто миллиарды и объявить себя хозяином этого мира, а совершить конкретные дела во славу Родине, от жизни своей. Понимаешь, в чем была проблема? Вот в чем было бы ничего. Вот в чем отличается феодализм от капитализма. А в капитализме вот это все решает. Нет, дело даже не про это. Нет, дело даже вообще не про капитализм. Нет, дело не про это. Дело в том, что, да, я согласен, за заслуги, пятое-десятое, там это... Но есть такая вещь, как семь заповедей. И одна смертельная. Знаешь, одна из них такой смертный грех тщеславия называется. В буквальном смысле смертельный грех. Когда человечек начинает себя сам... Вот элита я, а ты, говорит, раб мой, блядь, ты там раб, ты на меня будешь пахать, там, короче, бить, блядь, я тебя имею право, крепосты, вот это вся история. Пятое-десятое. Смотри, чем закончили все вот эти истории? Их убил свой же вот этот грех тщеславия. Они нас вечно в рабов определяли, нас физически трудящихся. В итоге, что с ними стало? В один прекрасный день их справедливо убил грех. Просто они перестали... А что вы предлагаете? Нихуя! Я еще раз говорю. Не, ну конкретно... Я вас уже понял. Я понял, что вы доносите. Это я все прекрасно и без вас понимаю, я осознаю. Ну, знаете, как говорится, если критикуешь, то ты предлагай. Вот у нас вот были... Да я и говорю. Не, ну вы не перебивайте, вы дослушайте, что я, я же вас слушаю. Давайте будем честными. Вот. Вот знаете, вот меня всегда поражали, вот у нас дебилы выходят на площадь, да? Натуральные дебилы. Вот его спрашиваешь, Путин вон орет. А его спрашиваешь, а кто, кого поставить вместо Путина? Не знаю. Не знаю. Ты сначала спроси, какое у них образование. Он не способен ничего предложить. Он способен лозунги накидать. Сначала спрашивай, значит, чтобы понять, надо сначала, если у него высшее образование, то мы разговариваем. Ну, вы раскритиковали действующее мировое устройство. Так, давайте теперь хотя бы несколько пунктов ваших предложений. Я могу услышать. Хорошо. У меня про мир, я немножко не про мир даже говорю. Мне мир это... Мне интересно свое государство. Вот мое государство, мое конкретно, где моя родина, я даже не хочу ничего нового придумывать. Не надо мне ничего нового. Я хочу родину свою, мать. То бишь, мое рабочее крестьянское государство. У меня государство, прямое его определение, это первое в мире рабочее крестьянское, то бишь, государство физически трудящихся людей. Я вот это хочу. Мы физически трудящиеся людям хотим вернуть вот это родину мать свою в первую очередь. А что это значит? Мы буквально сразу отменяем все, что творится после 90-х до сих пор, что это все на гнилом фундаменте, плюнутом на воле и земление народа, демократию во всех там, не знаю, каких степенях, на все на свете. Вот это вот то, что они там, ребят, поделили, отыграем все обратно. Что? Опять? Мало того, этих, которые вот все это устроили, которые пошли во все тяжкие, вот вся эта сраная интеллигенция, которая вот это все прихватизировала, уничтожение промышленности, сельское, пятое-десятое. Им придется ответить конкретно, как классу людей, потому что они в свое время уничтожили рабочий класс. Это миллионы и миллионы физически трудящих, они реально их уничтожили, в прямом смысле слова. Поэтому, если мы положим миллионов, грубо говоря, интеллигентов, там 15-20 миллионов, туда, где им место, говну, это будет вполне, значит, даже так, может и больше, не важно. А скажите, пожалуйста, но мы свою родину, вопрос о государстве, о родине, да я вас понял, я вас понял, и о наших интересах, я вас понял, я вас понял. Вы в прошлый раз меня спрашивали, что такое советская власть. Так вот, сегодня, сегодня я вам отвечу, в прошлый раз я вас троллил немножко, а в этот раз я скажу по-серьезному, это власть, как вы правильно сказали, рабочих и крестьян, то есть, власть пролетариата, советская власть. Ладно, суть не в этом. Скажите, пожалуйста, были ли в СССР дипломаты, экономисты, был ли в СССР государственный банк, инженеры, и прочие вот эти, как вы их называете, интеллигенции, они нужны любому, любому государству рабочих и крестьян, соответственно, нужны люди умственного труда, журналисты ли были в СССР, музыканты, режиссеры, артисты. Не вопрос, были. А вы что предлагаете? В Китае, думаете, блогеров нет? В Китае блогеров сколько? А что вы предлагаете? От всех этих людей избавиться? Где мы, нашим раздолбанным государством, разделенным пока, где Китай, со своей первой экономикой в мире и демографией? Кстати, можно я один уточняюший вопрос? Ну, вы так Китай хвалите, кстати. Представляешь, полтора миллиарда человек век. У меня вопрос, какая экономическая модель в Китае? Экономическая модель? Угу. Ты знаешь, я бы тебе сказал бы так, знаешь, так проще, да я даже даже такая, я думаю, она такая национально-социалистическая. Чего, блядь? А чью экономическую модель Китай взял за образец для подражания, когда строил свою? Экономическую модель? Да. Ты знаешь, было две идеи в мире. Коммунистическая, нацистская, и была и такая идея великая, национально-социалистическая идея. Это не национал-социалистическая, где людям головы мерили, а изначальный идея национально-социалистическая, когда, ну, все, короче, все, если ты приносишь пользу государству. очень много воды. Дело не в этом. Очень много воды. Дело не в этом. Я тебе скажу немножко, это мы далеко уйдем. Вот пример Китая, они много взяли от нас, от нас, да, мы первопроходцы, они вторые, но взамен этого, взамен этого, они нам показали, опять же, пример дальшего развития. Понимаете, вот это они взяли от нас и подарили нам пример, которым мы пока не воспользовались, но мы обязательно им воспользуемся. Это какой пример? Это пример того, что рано или поздно в государстве нужно провести такую вещь, как культурная революция. Что это значит? А это просто откройте историю, как Китай нам пример, вот передавалось, с тех времен, с 65-го года, когда они всем своим государством воспитывали конкретно свою интеллигенцию, вот эту интеллигенту, когда они их воспитывали народными методами, интеллигентом. Да и очень интересно, там им говно надевали на гол, короче, вот это поворот. Короче, показывали интеллигентам свое место, чтобы у них в мыслях не было себя когда-нибудь элитой назвать. В общем, сплошная диктатура. Нет, нет, погоди ты, погоди ты, блин, ну ты не сравнивай. Это какая тема? Это какая тема? Показали всем пример. После этого интеллигенты вот это воспитание, один раз там собрались, опять что-то, хлопал у них на площади Тяньер Мэн, захотелось вот это опять говна натворить какое-то очередное. И что? А люди говорят, нет, нет, погодите, есть такая вещь, у нас была культурная революция, где четко белым, что интеллигент, и Ленин, кстати, они, кстати, слова Ленина поняли буквально, как это должно быть. Интеллигенты говну. Пидорги! Они заполонили планету! И они этих интеллигентов, которые там собрались на площади Тяньер Мэн, укатали там сколько там, не знаю, тысяч там, короче, помыли все это и порядок. Но посмотри, какая фишка. По итогам всех этих процедур, смотри, как это позитивно для государства. Китай целый, экономика первая в мире, демография полтора миллиарда и хрен победишь. У нас, мы этот пример пока не переняли, но обязательно переним вот этот вот путь. Это наш единственный путь спасения, реально, и государства, но и любого. Смотри, мы пока его еще, но мы пройдем эту дорогу, смотри, у нас на сегодняшний день с интеллигентом какая проблемка, родины нету целой, братоубийственная война цветет и пахнет, бабки, хрен, все в жопе, экономики, не демографии, друг друга убиваем, мы, а эти варят бабки на этой всей истории, полная жопа на сегодняшний момент. Просто так вот, когда ты мне расскажешь, это диктатура, ты мне извини, сколько народу, они уничтожили весь рабочий класс, сколько миллионов положили, сколько они сейчас уже народу положили, сколько, и пятое, и десятое, ты меня извини, если мы бы, как Китай, хотя бы по 10 тысяч в год интеллигентов выхерачивали, это так, для порядка, туда им сразу прямой наводки, на вас едет, туда его нахрен трудиться физически к Северному полюсу посидет, а ну ладно, его отправили рыть канал, а вместо него кого садить? Вместо него кого посадить? Посчитай, по 10 тысяч, я тебе говорю, по 10 тысяч хотя бы в год интеллигентов отправлять на воспитательную работу физическим трудом, а что сразу не на фронт? Ну на фронт тогда, на фронт все. На 100 лет, на 100 лет уже можно было расстроить, по 10 тысяч отправлять, понимаешь? А что не на фронт-то сразу? Всех с копом. Ну что, среди крестьян не найдется... На физически трудящийся фронт. Не, ну а что? Не найдется что ли среди крестьян к губернаторам, может быть? Ну, найдется, что? Среди крестьян. Ты знаешь, еще Ленин сказал, каждая купалька может управлять. А завтра губернатором, или судьей. А лучше судьей, вот, судьей сразу. Запросто, веришь, запросто. Конечно. А вам понадобится, я тебе больше скажу, ну а что ты, блядь, интеллигентный, нравится тебе, я понимаю, что нравится, потому что в этом правда вся. Вот именно в этом. Поэтому если заниматься, скажи ты мне, у нас будет государство, хрен победит со временем. Ну да, интересно. Ладно, хрен, нашел, сука, уши, а. Ну, блин, вот эта логика меня поражает. Ну, ну вот кому вот интересно, ну просто наведите справки. Сколько в Советском Союзе, там, в 20-х, 30-х годов инженеров с Российской империей трудилось. Те, кто просто встали на сторону советской власти. Благодарю за внимание.